Москва Москва – самый большой мегаполис России и Европы с постоянным населением около 12,5 миллионов человек. Москва стремительно растет и развивается. Только в 2017 году в городе было зарегистрировано более 3 миллионов обращений о постановке на миграционный учет. Приток людей из разных регионов России и зарубежья обуславливает задачу для системы здравоохранения, в частности, по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний. И в Москве высокоэффективная и структурированная служба противотуберкулезной помощи осуществляет все основные виды деятельности в области борьбы с туберкулезом. Направленные, в частности, и на такие социально уязвимые группы населения, как мигранты и бездомные. Лечение больных туберкулезом – это одна из важнейших частей противотуберкулезной помощи населению. Причем я хочу подчеркнуть, что населению, а не гражданам. То есть различий в подходах к оказанию помощи этим больным мы не делаем. Я Карам из Таджикистана. Приехал в Москве, работал на стройку. Мне 23 года в Москве. С дядем живем. Когда на работу был, поднялась температура, болела голова, силы не было, чтобы я работал. Когда поступил сюда, у меня очень плохо было. Сила не было вообще. Казалось, у меня туберкулезная менингита. Наравне с постоянными жителями столицы, Московская служба противотуберкулезной помощи охватывает всех, кто находится в городе. Включая иммигрантов, как Карам, руководит противотуберкулезной службой Москвы профессор Елена Богородская. Мы между собой, когда разговариваем, делим людей на относящихся к социально-язвимым слоям и к социально-благополучным. Так вот, в Москве реализуется стратегия всеобщего охвата пациентов медицинской помощью. И противотуберкулезная помощь совершенно не различается для разных слоев населения. Она всем оказывается одинакова. Современная противотуберкулезная служба Москвы – это Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом, включающий две клиники, два клиника диагностических центра легочного и внелегочного туберкулеза, детское диагностическое отделение и восемь филиалов в округах Москвы, а также две туберкулезные больницы. Одним из первых пунктов для выявления туберкулеза среди лиц, приезжающих в Москву из дальнего и ближнего зарубежья, включая республики бывшего СССР, является многофункциональный миграционный центр Москвы. Его пропускная способность – 7,5 тысяч иностранных граждан в день. Именно здесь все мигранты, приезжающие в Москву жить, работать и учиться, обязательно регистрируются и проходят медицинский осмотр. Из 450 тысяч за год прошедших мигрантов через данный центр, у 500 с лишним человек, 500-600 человек выявлен патологией. Помощь мигрантам ориентирована на удобство, важен в этом темп и качество обследования. Мне 20 лет. Я приехала из Вьетнама, в Москву. Я заболела туберкулезом. Меня стали сразу лечить здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я хочу быть здоровой, чтобы поехать домой и потом вернуться учиться в Москве. В Москве, как и в других мегаполисах мира, есть и бездомные. Заболеваемость туберкулезом среди них выше, чем среди других групп населения. Для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, создан Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, где постоянно работает кабинет фтизиатра. Любому бездомному доступен весь комплекс обследований на туберкулез, а при необходимости – стационарное и амбулаторное лечение. Мне 59 лет. Когда поранил вас, пришел в соцпомощь, мне подправили на обследование. Обследование все полностью, обследование проходило, рентген, анализы все. Москва – динамичный современный город. Он привлекателен для иностранных граждан, особенно для жителей ближнего зарубежья, стран Азии и Африки с точки зрения учебы и работы. Правительство Москвы уделяет большое внимание надлежащему контролю эпидемической обстановки в городе, в том числе по туберкулезу. С учетом всех факторов, опыт Москвы в этой работе можно назвать передовым. Здесь сегодня мы видим, что медицинские услуги доступны людям, которые в них нуждаются, независимо от того, являются ли они гражданами, являются ли они рабочими, мигрантами, студентами, приезжающими в этот крупный город на работу или учебу, или бездомными людьми, которых мы можем видеть повсюду в крупных мегаполисах в других частях мира. Вот полгода лечения прошел, вот бесплатно лечит. Получился уже, даже боли вообще-то нет в голове, вот так. И сила уже появилась. Противотуберкулезная помощь у нас всем оказывается бесплатно на основании 77-го федерального закона Российской Федерации. Иммигрантам тоже, потому что они попадают под понятие больной туберкулезом. Обеспечение доступности медицинской помощи для разных слоев населения в мире и победа над туберкулезом в эпоху устойчивого развития это составляющие важнейшие стратегии Всемирной Организации Здравоохранения, направленные на всеобщий охват населения медико-санитарными услугами. В городе Москве, в Российской Федерации, мы видим прекрасный пример этого в отношении доступа к медицинским услугам для людей, страдающих от туберкулеза. Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok